друзья библия невероятная уникальная книга и наверное многие может быть даже все уже знают что каждое слово в библии вообще вся эта книга она вдохновлена богом то есть бог вдохнул в нее вот свое божественное дыхание но в библии не просто идеи истории вдохновлены богом но тут даже каждое слово а если более точно даже каждая запятая она расставлена правильно и вот слово которое изменило мою жизнь которое действительно вот одно слово но которое позволило мне вообще подкорректировать мою жизнь мои отношения она записана в евангелии от иоанна 15 главе и я его прочитаю вам даже вот 15 главе 8 стих 8 стих и хотя конечно же здесь целая концепция идея здесь иисус говорит о важности связи между нами и им но вот это вот слово которое я уже много лет назад и обратил на него внимание и до сих пор она занимает знаете такое важное место в моей жизни итак 15 глава 7 стих давайте 7 8 прочитаем еван или от иоанна 15 глава 7 8 стих если прибудете во мне и слова мои прибудут у вас то чего не пожелаете просите и будет вам тем прославится отец мой если вы принесете много плода и будете моими учениками и так ключевой вот этого слова это прибудете прибудете то есть всего одно слово но вот на нем я о нем я хотел бы сегодня поговорить какое оно имеет важность и я молюсь о том чтобы действительно вы могли вот услышать то ну что я хотел бы вам передать итак если смотрите если прибудете во мне давайте возьмем этот стих иисус говорит если прибудете во мне если прибудете во мне если слова мои прибудут вас вот это прибудут вас то тогда вы принесете много плода и будете моими учениками и И что не захотите, попросите и будет вам. Спасибо, я вот слушал, когда пастор Сергей, да, он говорил, вот, все там, что ты хочешь, и все. Я думаю, ну, я даже не знаю, ну, настолько Бог заботится обо всем, что даже, ну, вот какие-то там, ну, наверное, можно какие-то находить желания. Но вот так вот спросите меня, чего не достает. Я доволен жизнью, вот я счастлив. Бог так много отвечает. Иногда Он отвечает, я даже не успеваю попросить, Он дает все необходимое для жизни благочестия. Но, опять же, мы понимаем, что самое же главное приобретение – это вот это вот удовлетворение, которое есть внутри. Потому что можно иметь много и быть недовольным. А можно иметь малое и при этом иметь мир, радость, наслаждение и праздновать всю жизнь. Поэтому Иисус дает четкое обетование, просите, да, но кому Он дает, где Он дает это обетование. Потому что я очень часто слышал это, знаете, как такое обещание про возглашение. Вот в целом, вот Иисус сказал, просите, что хотите, и Я дам вам. Ну, Он-то так сказал, но в действительности Он сказал это для тех, кто будет пребывать в Нем, а Слово Ее пребудет в вас. Что такое слово пребывание? Что такое слово пребывание? То есть пребывать – это ждать, оставаться, задержаться, побыть. То есть ждать, оставаться, задержаться, побыть. То есть вот задержаться. И почему я говорю, что это очень сильно повлияло на мою жизнь? Потому что я понял, что нужно бороться постоянно со спешкой в своей жизни. Очень часто Иисус говорит, если прибудете, то есть если останетесь во мне, если задержитесь во мне, если слово мое прибудет в вас, то есть если вы не просто почитали и убежали, а вы остановились, вы задержались больше, чем нужно, до тех пор, сколько нужно. Он говорит, вот если вот этот вот момент задержки, ожидания будет, если вы не будете бежать и все-все-все спешить делать, то Он говорит, тогда у вас будет целостная жизнь. И по большому счету просите, оно знаете, как само вот это вот просите, оно будет исправлено. Потому что Бог нигде не обещает, что Он будет исполнять наши прихоти. Вообще-то Он очень, ну знаете, так очень точно отвечает на все наши желания. Почему? Потому что Он вообще-то строит новое творение. Он не исправляет этот падший греховный мир, и потому Он как раз не обещает отвечать на все нужды в рамках наших похотей, о чем говорят другие места Писания. Но в то же время Он говорит, просите, потому что обещает, это я хочу давать вам. И вот где вот этот вот баланс? Вот я думаю, что очень сильно влияет остановка, пребывание. Надо бороться со спешкой. Если мы будем все время бежать, то мы всегда будем оставаться поверхностными, поверхностными во взаимоотношениях с Богом, поверхностными в учении Иисуса Христа. Мы все вроде бы как и знаем, и не знаем. Да, как недавно я проповедовал, то ли человек, то ли дерево, да. До конца не разобрались, но все равно побежали. Нет, нужно разобраться. Ну, а для этого вот и нужна эта остановка. Когда Бог мне показал это слово, я очень четко понимал, что это значит для меня. На тот момент я уже был долго пастором, и как любого пастора меня волновало то, как сделать церковь лучше, как сделать людей в церкви счастливее, как их сделать более христоцентричными. И в этот момент, вот сейчас я вам просто расскажу, насколько это повлияло, да, и на мое служение. Я настолько древний сам по себе, что я помню время без информации. То есть я помню, когда информацию нужно было добывать. То есть молодое поколение, оно уже, наверное, не представляет себе вот этого вот времени без интернета, когда ты забиваешь любое слово, оно вылазит там в гугле, и просто информация со всех сторон бежит. Вот я помню, когда информацию, любую информацию, мы ходили, сидели в библиотеках, доставали какие-то книги, а христианская информация, это вообще была проблема большая. Почему? Потому что при Советском Союзе это была абсолютная изоляция. Ну а потом, слава Богу, где-то там после 90-х пошла оттепель, и начали появляться какие-то христианские книги. При том, что некоторые книги, они, ну, были реально переписаны от руки и передавались там друг другу. Кассеты какие-то запиленные были с какими-то проповедями. Ну, и мы реально занимались тем, что доставали, тратили много денег на то, чтобы достать какие-то книги, заказать. Ездили, я помню, мы за книгами из Украины ездили в Беларусь. Вот, и потому я был, в общем-то, в Беларуси несколько раз, специально по христианской миссии ездил за книгами. Ну, или еще куда-то мы ездили. А потом вот пришло время, когда появился интернет, и стало изобилие информации. С одной стороны, это хорошо, но тут же мы столкнулись с другим вызовом. Хорошо, а как с этим жить? Как с этим справляться? И вот тогда, вот где-то в это время, я увидел вот это вот слово «надо пребывать». Почему? Потому что многие, опять же, верующие, мы наполнены очень поверхностной информацией, а сама по себе информация счастливым человека не делает. То есть люди не стали счастливее от того, что теперь у них есть доступ к информации. Наоборот, мы видим, что общество все больше и больше присаживается на антидепрессанты, все больше и больше целая индустрия развивается психологов, их становится все больше, они становятся все дороже, но все равно людей не становится меньше, которые нуждаются в этой всей помощи. Хорошо, что же тогда решает проблему? Вот я думаю, если мы поймем, что очень важно не бежать, не спешить, не гнаться за чем-то поверхностным, не гнаться за чем-то новым, а мы сможем насладиться тем, что у нас уже есть, вот будем прямо удерживать себя, чтобы позаниматься тем, что есть, то тогда жить станет легче. Во всяком случае, это так работает в моей жизни. Потому что я это и уже испробовал. То есть многие вещи сегодня в мои 50+, друзья, я могу сказать те, что я попробовал, и это мне помогло. И вот это вот слово «пребывание» реально очень сильно повлияло на мою жизнь. Дьявол, он будет по-разному пытаться сделать верующих несчастными людьми. По-разному пытаться. Даже используя хорошие, правильные вещи, но дьявол будет пробовать, действовать и будет искушать нас таким образом, чтобы даже те хорошие вещи, которые есть, они все равно не принесли нам пользы. И вот когда я понял эту истину по пребыванию, я начал ходить и спрашивать верующих людей. Самый простой вопрос, так как я для себя что-то понял, я начал ходить и спрашивать, а в чем вы сейчас пребываете? В каком слове вы пребываете? В каком откровении вы пребываете? Ну то есть в чем вы находитесь? И, к сожалению, очень много людей, они так и не смогли сформировать, не то чтобы, а это вообще катастрофа. То есть мало кто вообще думает о том, в чем он пребывает. Ну, конечно же, вы здесь все знаете, в чем вы пребываете. Но смотрите, Иакова, 1 глава, 7 и 8 стих, говорит так. Я очень выборочно возьму. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. То есть это просто такое радикальное заявление, которое, ну вот если у вас есть эйфория о том, что если вот вы вдруг там, ну, уверовали в Иисуса Христа или пришли в церковь, значит автоматически теперь не важно, но у вас будет жизнь лучше и лучше и лучше. Ну, не факт, потому что мы приходим в церковь для того, чтобы учиться. А Иаков, который был пастором первой церкви, то есть он как пастор, наверное, он тоже смотрел, почему мне нравится послание Иакова, потому что он как пастор, он смотрел на всю свою церковь, много верующих, у него была церковь побольше, и он говорил, ребят, что-то нужно менять, нужно прекратить жить с двоящимися мыслями, нужно просить у Бога мудрости, нужно мыслить в одну точку, нужно собраться в голове. И смотрите, как он радикально говорит, да не думает человек с двоящимися мыслями, да не думает, что Бог его благословит, да не думает, что он что-то получит. Вообще такое неевадельское какое-то послание. Так можно даже засомневаться, да, вообще, ну не зря Лютер, он где-то и сомневался, говорил послание, если вы знаете немножко историю церкви, так как он, ну короче, у него была точка зрения, что это какая-то копна соломы, потому что Иаков много говорит о делах, ну о таких вот вещах. И тем не менее, мы должны признать, что это часть Писания, и когда мы смотрим в реальную жизнь, это правда. Друзья, вопрос к вам, в чем вы пребываете сейчас? Если ни в чем, срочно меняйте свою жизнь. Срочно меняйте свою жизнь. Многие люди рассказывают о том, что они получили хорошее откровение, и ты слышишь, думаешь, это хорошее откровение, но через неделю ты спрашиваешь, а что с твоим откровением? А он уже забыл про это откровение. Ну слушай, если Бог дал откровение, то по идее ты же должен следовать за этим откровением. Если ты услышал что-то в проповеди, ну по идее ты должен же оставаться в этой проповеди, в этом откровении, ну вот в этом направлении, до тех пор, пока ты не переживешь Божье благословение. Но если сегодня я получил откровение, вдохновился, воодушевился, даже рассказал свидетельство, потом тут же его оставил, побежал, уже во что-то другое вошел. И вот смотрите теперь, вот это вот слово, оно ко мне пришло, и я начал об этом прям активно проповедовать в нашей церкви, вот в тот момент, когда появился интернет, и у верующих людей стало очень много возможностей слушать много проповедей. И я увидел, что в этом есть целая проблема. Смотрите, как это работает. Как дьявол может даже хорошие вещи использовать? Человек приходит в церковь, это нормально, в воскресенье утром, и тут он слышит послание, которое Бог дал для него, для каждой церкви Бог дал послание. Человек услышал, часто человек получает какое-то вдохновение, воодушевление, откровение, какие-то идеи, даже какие-то практические действия. Многие люди в церквях записывают хорошие идеи, хорошая практика. Потом человек приходит, он такой приходит, знаете, воодушевленный, все думает, надо продолжать быть в духе. И он включает какой-нибудь телевизионный канал какого-то другого проповедника. В этот момент, пока он там готовит кушать, он получает еще дополнительную порцию информации. После этого он думает, ну, уже две проповеди, какие я крутые послушал, но я же верующий, я лучше верующий, чем все другие. Пойду-ка я третью какую-то еще проповедь послушаю. Четвертую. То есть в течение дня, получается, он мог послушать проповедь о духовном росте, ну, например, о финансах, о семье послушал проповедь там, еще о страданиях какую-то проповедь послушал, о баде, о рае. И таким образом, если человека спросить, хорошо, так а что взял ты для себя? Так что я взял? Это целая каша. То есть в чем одном нужно пребывать, если ты послушал много тем, но ты так ни за что не взялся, ты так ни в чем и не остался, ты не взял какое-то слово, которое начал растворять верой до тех пор, пока оно начнет приносить какой-то реальный результат в твоей жизни для того, чтобы, закончив с этим, потом перейти в другую сферу. И после этого я начал говорить недуховные вещи. Я говорю, после того, когда вы получили для себя откровение, вы приходите домой, ну, во-первых, отдохните. Если вы хотите, лучше почитайте свой конспект, а потом просто включите какое-то кино, какое-то светское кино, хорошее, конечно, кино, какую-то комедию, но не путайте, не создавайте кашу у себя в голове, потому что, когда я смотрю какой-то детектив, я понимаю, что это время отдыха. Мне не нужно на детективе фокусировать какую-то свою жизнь или что-то, я просто смотрю, я отдыхаю, развлекаюсь, но когда я посмотрел кино, а может быть, даже в тот момент, когда я смотрю кино, я размышляю над Словом Божьим, над откровением, которое мне доно, потому что мне же нужно как-то жить. Вот о чем я. Потому, смотрите, суть не в том, чтобы сузить жизнь, суть в том, это очень классно, я сам люблю и слушаю многих проповедников, у меня есть любимые, я читаю книги, я все это делаю, но все равно в каждый момент времени вот я привык уже с годами выделять какой-то вот момент на то, что хорошо, в чем я пребываю, и тогда я не смотрю, знаете, так хаотично, все, что мне подкидывает интернет или ютуб, мне не нужно это все, что я пытаюсь найти ту информацию, которая добавит, которая подживит мое откровение, которая может быть, ну, каким-то образом разъяснит, объяснит мне что-то. Моя жизнь становится более целостной на каждом новом этапе, то есть я перестаю быть двоедушным, я перестаю быть двоемысленным, а это огромная проблема, которая как раз произошла. Но в чем, теперь давайте я поразмышлял, в чем корень этой всей проблемы, что мы, ну, вот так вот живем и не думаем о том, что нам нужно действительно жить такой сфокусированной жизнью, такой, ну, совсем такой, знаете, однодумной жизнью, ну, потому что мы думаем, что у нас много еще времени. Вот я думаю, что мы все думаем, да я еще успею, сегодня я вот это поделаю, а потом я таки начну заниматься какими-то сферами жизни. И вот сегодня я хочу помочь вам разобраться с тем, что в действительности времени у нас очень мало у всех. Возможно, вы слышали эту статистику, опять же, это такая, знаете, не то чтобы статистика, ну, такие общие, общие какие-то данные. Давайте так, данные. То есть в среднем человек живет 80 лет. 79-80. Ну, вот так примерно. Где-то люди живут больше, где-то меньше. И вот если мы берем среднестатистически и уравниваем человека, который живет где-то так 80 лет, то сон такого человека занимает одну треть его жизни. Ну, среднестатистически. 8 часов в день, 24 на 8. Тут, мне кажется, все понятно. То есть, смотрите, уже у нас нет, мы не всем временем управляем. Потом дальше, где-то 50 лет работы, это если вы работаете 8 часов, а не 12, и, ну, вот этот момент, как вы начали работать, и до пенсии, так, условно, то вот за это время 25% времени, то есть четверть вашей жизни, она просто уйдет на работу. Ну, особенно, если работа не связана еще пока не с вашим призванием, то тогда вы просто меняете вашу жизнь на день. Ну, что, в общем-то, первая задача работы это поменять жизнь на день. То есть, смотрите, это 13 лет еще. То есть, хотите, можете складывать, ну, а так вообще, представляете, так примерно где-то в вашем воображении, отбирайте вот ту жизнь, которую мы, собственно говоря, ну, уже не пользуемся ею. Дальше. Говорят, что еда занимает в среднем 4,5 года у нас. То есть, мы едим только 4, а всего 80, и 4,5 мы едим. Сидим и едим. Вот. Если вы человек, который, ну, хоть как-то занимается спортом, у вас физическая активность, это может у вас занимать от полутора до трех лет. То есть, жизнь все становится меньше и меньше, то есть, в зале вы проводите это время. Конечно, все зависит от стиля жизни. Учеба. Кстати, мы думаем, а, я так много времени потратил на учебу. Вот базовая учеба, которую мы приобретаем, занимает всего 2 года. То есть, не так много, если все это суммировать. Дальше. Если вы, ну, живете в городе, то вполне возможно, что около 4 лет вы тратите на дорогу и, возможно, на какие-то путешествия. То есть, вы просто едете. 4 года вы просто едете куда-то. Целых 4 года, представляете? Вы куда-то едете. И что вы в этот момент тоже делаете? Вот это же все вопрос. Социальный контакт. Это когда вы дружите, там, кофе пьете и что-то. Это тоже занимает около 4 лет. То есть, представляете, как все становится меньше, 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 меньше. Мы-то думаем, что у нас 80 лет впереди. Особенно, чем вы моложе, вы думаете, а, у меня еще впереди, мне только 15, мне только 20. Ну, я не знаю, уже, если вам только 20, и это все сместить, то пока, если вы только спите, вы сейчас еще не проснулись. Хорошо. Уборка, домашние дела занимают в среднем от 2 до 4 лет. Так что подумайте. Подумайте, хорошо. Стоит ли пыль вытирать каждый день? Или, может быть, не надо? Может быть, и раз в неделю нормально будет? Ну, от 2 до 4. Но 2 года все равно. Вы не дополож, понимаешь, на то, чтобы наводить какую-то уборку. Оказывается, что ожидание в очередях и вот подобного роза деятельность тоже занимает по-разному от 6 месяцев до 1 года. Я ненавижу очереди. Вот теперь я понял, почему. Я просто не хочу проставить в очередях. А вот здесь вот в Польше, в Варшаве люди могут полчаса стоять, час, чтобы попасть в хороший ресторан. Это ужас. Как? Зачем? А рядом ничего нет. Я могу вполне пойти. То есть я точно не буду стоять в очереди, разве что меня заставят. Вот стоять в очереди. Хорошо. Ну такая такая пикантная информация. Значит, если вы никогда не думали, то в среднем, в среднем, это так, больше, меньше, около полугода вы сидите в туалете. То есть полгода, представляете? Полгода. Невероятно. Кто бы подумал, что из 80 лет полгода мы проводим в местах не столь отдаленных. И вот при всем этом мы смеемся среднестатистически всего-навсего около четырех месяцев за всю жизнь. Потому, друзья, если это можно как-то подытожить, смейтесь больше. Вот, победите это все. В конце концов, поставьте задачу, приходите, и пока вы в туалете, смейтесь, и тогда у вас ну просто что-то делайте. Ну или где-то, я не знаю. В транспорте смейтесь. Итак, давайте итог какой-то подведем. То есть в лучшем случае у вас есть 14 лет жизни, которыми вы реально можете распоряжаться, но вообще у большинства это где-то 8 лет. То есть смотрите, когда мы думаем, да у меня вся жизнь впереди, да нет. То есть в среднем у нас от 8 до 14 лет это вот то, что мы можем таки принять решение и что-то с этим всем сделать. Я когда готовил эту проповедь, ну а я раньше начал к этому готовиться, вот я уже некоторым рассказывал, я подошел к Марине, вот как раз она там что-то убирала, занимала вот эти вот годы свои тратила, а я зашел, говорю, нам нужно изменить все, я принял решение, надо изменить интерьер в туалете. Она такая, в смысле интерьер, что в туалете может за интерьер? Я говорю, теперь я сюда возвращаю книгу, все. То есть я уже не захожу больше с гаджетами в туалет, я целенаправленно теперь там работаю. Я, короче, я хочу вернуть себе хоть несколько месяцев полезной жизни, вот это один из способов. Опять же, конечно же, вы знаете, если вы в больших городах, очень многие люди, они чем-то полезным занимаются в метро. Раньше вообще очень многие люди читали, ну, в путешествиях, в смысле в дорогах, в больших городах. Сейчас, конечно, многие просто летают в ТикТок. Ну, вот, можете на это все посмотреть. Короче, вывод такой, смотрите. А, да, тут еще надо вот что иметь, что смотрите, все это вот разделено, разделено примерно так, но у нас же есть детство, ну, где мы, собственно говоря, вообще, ну, так, бессознательно, да, его проводим. Потом у нас есть разные периоды жизни, некоторые есть, когда мы юные, молодые, мы более активны. Потом мы становимся менее активны, а потом же у нас еще есть время, когда мы уже, ну, слабо активны, мягко говоря. И это тоже сюда. и кроме этого, и кроме этого, мы, конечно же, можем быть помещены еще в разные условия. Ну, то есть, все очень сложно в действительности. Если вы думали, что вы контролируете жизнь, забудьте об этом. Мы контролируем, Бог позволил нам только обладать какой-то частью жизни. Вывод такой. В среднем, нормальный человек, вот, ну, когда мы взрослые, для того, чтобы что-то изменить и каким-то образом контролировать, у нас есть 3-5 часов в день, которые мы действительно можем использовать вот так, как мы считаем нужным. Каждый день. А теперь, если вы это не используете каждый день, вот это вот время, и используете намного его меньше, то получается, тогда и это время мы отдаем куда-то кому-то, мы тратим его, опять же, в социальных сетях, и это целый бич, когда вместо того, чтобы заниматься своей жизнью, люди следят за тем, что происходит в жизни у других людей. Понимаете? То есть это реальность нашей жизни, то есть дьявол, он хочет забрать как можно больше. А мы же становимся теми, кем мы становимся в действительности в свободное время. Вот в то, в которое мы входим осознанно. И вот здесь теперь, смотрите, вот в этих 3-5 часах, чего здесь нет в этой статистике? Нет времени для Бога. Здесь нет времени для Бога в этой статистике. Есть такая общая социальная статистика. А нам нужно найти время для Бога. Почему? Потому что мы понимаем, что если мы не найдем Бога, то мы всю жизнь тогда, как это, профукали есть такое слово, я не знаю, насколько литературно. То есть окажется в конце жизни, а может быть даже и не в конце, уже в середине жизни человек поймет, что вообще же ничего и не делал-то правильно, вообще ничего и не получилось, вообще никуда и не шел правильно. Потом, если вы хотите действительно достичь каких-то высот, ну вот реализоваться в этом мире, то тогда вам нужно, ну как минимум, иметь в виду то, что существует правило десяти часов. То есть мы не будем спорить, это не обязательно, оно работает. Но кто из вас слышал правило десять часов? Есть кто-то, многие, не многие слышали. Правило десяти часов говорит о том, что если вы действительно хотите стать экспертом, вот настоящим, профессионалом в какой-то области, на это надо потратить десять часов своего времени. Притом потратить не для того, чтобы на конвейере стоять и бездумно, механически что-то делать, а постоянно обучаться и улучшать. Десять тысяч часов времени нужно постоянно учиться, улучшать, и тогда вы становитесь вот этим человеком, таким гуру, где действительно все смотрят на вас и хотят, чтобы именно вас заказать и заплатить вам как можно больше времени. И это целенаправленные десять часов, которые вы, которые вы, десять тысяч часов, которые вы тратите на то, чтобы улучшить свои, вот развить свои навыки. И тогда вы становитесь экспертом, не тем экспертом, которых сейчас много в Ютубе и везде, которые прошли трехмесячные курсы и им рассказали, как надо делать правильно. Что вот так вот правильно делай, самое главное, пиши, я эксперт. А вот тем экспертом, который по-настоящему что-то сделает, потому что когда вы нанимаете человека, который просто посмотрел и научился правильно говорить в Ютубе, и вы нанимаете, чтобы он что-то делал, вы думаете, это самая большая ошибка, потому что теперь все надо переделывать. Или же вы нанимаете и говорите, я даже готов тебе доплатить, чтобы ты, ну, просто еще раз ко мне пришел в следующий раз. Ну, а теперь, смотрите, еще сюда надо добавить, что нам нужно потратить целенаправленно время на то, чтобы построить глубокие отношения с нашей семьей и просто с другими людьми. То есть, друзья, времени вообще нет. времени вообще мало. Евангелие. Я хочу вам немножко сказать евангельскую новость и все-таки обратить ваше внимание на Иисуса Христа. То есть, несмотря на то, что, как мы видим в жизни, много времени мы вообще не контролируем, но, опять же, это Бог так создал этот мир. Поэтому не нужно переживать по поводу того, вы не можете решить и не спать. Таким образом, вы умрете намного раньше и вы будете все время ходить в депрессии. То есть, этим всем нужно пользоваться, нужно научиться пользоваться, но нужно, как бы, знаете, как, ну, реально молиться Богу о том, чтобы Он показал реальную картину жизни, которая она есть. Например, в Ефесянах, в 5 главе, в 16 стихе написано, чтобы мы дорожили временем, потому что дни лукавы. То есть, можно сделать такой вывод, время, оно лукаво, оно не так выглядит, как нам кажется. Просто, это нужно запомнить, Библия говорит, что из-за того, что в этот мир пришел грех, из-за того, что мир не работает так, как Бог его создал, из-за этого не все, что мы видим, это так, как оно в действительности есть. То есть, это просто мы зачастую думаем, что это правильно, но нам нужно допускать мысль того, что, не, я не вижу настоящую картину. Ну, например, по времени в том числе. У нас нет 24 часа во времени, ну, как иногда нам хочется об этом думать. у нас есть от 3 до 5 часов в день, времени, который мы можем использовать, чтобы построить свое лучшее будущее. То есть, вот это вот объективная реальность, ну, а дальше каждый из нас, мы можем посмотреть, сколько это есть. Так вот, проблема не только в том, что время лукаво. Самая большая проблема, о которой нам говорит Еремия в 17.9, что и сердце человеческое, и человеческое тоже лукаво. И более всего и крайне испорчено. То есть, смотрите теперь, просто это нужно понять. Вот это вот, то, что вам только в церкви скажет, только Библия вам скажет, о том, что вы не можете надеяться на свое сердце. Вы не можете надеяться на то, что вы все правильно знаете и все правильно понимаете. Более того, вы должны быть абсолютно уверены, что вы все знаете неправильно и понимаете неправильно. Именно поэтому нам нужен Иисус, который должен прийти и исправить нашу жизнь. Если Он не исправит, не освободит нас от греха, от зависимости, если Он не произведет вот реально сверхъестественную работу в нас, что мы таки начнем мыслить так, как нужно, то тогда мы 100% ошибемся и окажемся не у той стены. Всю жизнь можем лезть, 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 пройти все курсы по менеджменту, забраться выше всех и в конце жизни посмотреть, а лестница была представлена не к той стене. И это то, что ожидает очень многих людей. Кто-то разочаровывается раньше, кто-то разочаровывается позже, многие разочаруются в конце жизни. Всю жизнь лез и не туда. Почему? Потому что это природа греха в том, чтобы увести нас от Бога и от правильной цели. И поэтому каждый день нам нужно приходить к Иисусу и просить Его, чтобы Он давал нам спасение, чтобы Он открывал нам, нам нужно изучать Писание, и нам нужно каким-то образом исправлять свою жизнь. И просто в милости говорить, Господь, если ты это не сделаешь, я сам не смогу. Да, я буду все делать, да, я буду работать, я буду воспитывать детей, я все буду делать рационально стараться, я буду стараться жить в трезвом виде, или как Библия говорит, я буду стараться жить во свете. Но если ты не дашь свою благодать, у меня так ничего и не получится. Я не смогу это сделать своими силами. Я не умнее других людей. Наоборот, я осознаю, что я глупый, мое сердце испорчено. И знаете, в чем проблема испорченного сердца? Что оно хочет обольщаться. Мало того, что само время и этот мир хочет нас обольстить. Но проблема того, что и наше сердце, оно как раз и хочет, чтобы его обольстили. Вот почему много людей, они обольщаются, и они идут за ложными какими-то идеями, вещами, потому что их сердце ведет. С сердцем может справиться только Иисус. И это Евангелие, потому что Аон как раз и пришел, и потому Иаков нам и говорит, у кого не достает мудрости? Просите у Бога. День просите, ночь просите. Вот эту вот книгу изучайте, потому что другого ничего лучше нет. Итак, пребывание. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих, но это не Божья судьба. Бог хочет, чтобы мы с вами ходили во свете, жили как днем, реально понимали и не переживали за нашу жизнь. Почему? Потому что, когда мы следуем за Иисусом, Он точно нам дает все то, что нам нужно. И в заключение я хочу дать вам просто пять советов от меня. Вот исходя из своей жизни, я очень благодарен, я действительно очень благодарен Богу, что не зная многих вещей, но Он меня все-таки повел правильным путем. То есть, например, много каких-то идей и моментов, с которыми сталкиваются верующие, я не сталкивался никогда. Вот. И поэтому, когда люди говорят, ну, допустим, что кто-то уходит от Бога, кто-то в падении, кто-то где-то... Слава Богу, у меня не было. Я не был всегда статичен, я не был всегда там одинаково, горящий для Бога. Да, были моменты, когда я и Библию не читал, ну, то есть, когда ты где-то отвлекался. Но, тем не менее, Бог всегда хранил меня, что я оставался верующим, верным. Иногда разочарованным были такие периоды, когда пытался разобраться в своей жизни, а потом опять обновлялся. Но, в целом, я очень благодарен Богу. И вот, что я желаю всем в свои 50+, вот, что я желаю всем, вот, насколько свести, все-таки сузить ваше вот это внимание. Первое, поклоняться нужно одному Богу. Что бы ни происходило, нужно верить в Иисуса Христа, следовать за Ним. Даже если вам кажется, вам так, а иногда нам так кажется, что Он ведет меня вообще не по тому пути, который бы я хотел. Это вообще не соответствует моему представлению. Неважно, идите, вы увидите, что это все равно лучший путь, и это лучшее, куда вы можете прийти. Здесь, опять же, мы об этом говорим все время в церкви, как следует за Иисусом, потому сегодня я просто вам это сказал. Единственный момент, который я хочу обратить внимание, это то, что Иисус говорит, никто не может служить двум господам. Служить и выбрать нужно одного Господа. Это Иисус Христос, который Спаситель, который должен избавить, ну и пришел избавить нас от грехов, исправить вот все, Он, Он, Он должен, Он Мессия, Он мой Спаситель. Смотрите, никто не может служить двум господам, потому что одного будет, и он объясняет, почему. Если честно, вы когда-нибудь задавались, а почему не можно? Ну почему нельзя? Ну а что нельзя? Ну, я воскресенье тут служу, а потом там служу. Ну я же приду сюда. Ну почему нельзя? И он объясняет, потому что реальность такая, ты все равно одному будешь служить и любить его, а другого будешь ненавидеть. То есть ты никогда двоим одинаково угождать не будешь. Он это объясняет. И вот о чем я задумался однажды, вот когда я размышлял на этой теме целостности, а что это не просто частный принцип в отношениях с Богом, а что это если глобальный принцип, ну к которому Бог нас ведет, чтобы каждый из нас, мы были максимально целостными, а не распыленными. Что если вот во всем вот это пребывание, оно должно стать просто образом вот жизни. Это постоянный фокус, фокус, фокус и отстегивание всего того лишнего. Это то, о чем я часто говорю и со своими детьми, потому что у них есть много каких-то идей. Я говорю, смотрите, искусство, послушайте меня, дети мои, это своим детям говорю, сейчас всем вам говорю, послушайте мне. Искусство не в том, чтобы набраться как можно больше работы, искусство в том, чтобы убирать все то, что можно убрать из жизни для того чтобы оставалось только главное я это понял поздно ну намного позже чем хотел бы это понять но я хотел бы чтобы и дети эти по это поняли как можно раньше окей давайте эти пять пунктов смотрите принцип не можете служить двум господам хотя именно когда вы читаете ветхий завет то вы должны знать что бог наказал и наказывал и обличал вот евреев божий народ именно за то что они пытались служить двум господам и язычниками богу они были очень скрупулезны в том чтобы соблюдать религиозные все установления как для евреев но потом они уходили и они начинали проявлять и ну в свою заботу дали поклонение языческим богам и бог сказал нет меня такое не устраивает почему да потому что он говорит вы не были созданы вообще для этого потому что это вас самих разрушает вас самих разрывает поэтому первое нужно служить богу иисус христос не от другого кто избавит нас от от греха нет другого кто приведет нас на небеса не от другого сколько угодно мир может предлагать это будет рано или поздно разочарование и так один бог ну я думаю с этим более-менее понятно как мы знаем это матчасть она понятна следующий момент должна быть одна семья у всех да вроде бы естественно должна быть у всех одна семья и лев толстой давайте так лев толстой это это так я я вспомнил эту стату нашел ее в интернете опять спасибо богу за интернет я очень много пользуюсь интернетом тем что мне надо стараюсь только пользоваться счастлив тот кто счастлив у себя дома я думаю да да миллион раз да когда человек он ищет счастье где-то вне дома когда думая о счастье но он думает не в том что надо бежать домой а думает о том и знаете я опыт кто-то где-то в гараж бежит кто-то в компанию кто-то в спортзал что-то где-то это проблема это это проблема того что нужно сфокусироваться и начать строить семью начать строить свой дом в этом случае притчи 155 15 книга мудрости и говорит нам так пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя то есть именно семья это вот центр запланировано чтобы стал центром источником жизни радости наслаждения но для того чтобы у тебя в водоем был чистый для того чтобы он был глубокий его нужно соответственно возделывать очищать и все делать потому одна семья и ты должен поставить цель сфокусироваться что у тебя будет просто такая семья в которой вот будет все почему почему библия осуждает опять же исходим из первого пункта который мы разобрали почему библия осуждает чтобы у человека не было две семьи почему не неправильно когда у тебя есть одна семья потом другая семья там тоже есть дети ну а кто такой может я не знаю по какой он там по активнее там побогаче может у него три семьи а почему опять же а почему нельзя почему нельзя поклоняться двум богам а почему нельзя иметь две семьи я думаю вот почему потому что если это не твоя семья но ты что-то делаешь еще по сути ты воруешь у этой семьи то есть почему нельзя две да потому что да ты одну обворовываешь и да да там ну мы знаем в современном обществе это не проблема то есть я же не открываю для кого америку посмотрите любой фильм везде про любовников любовниц я вам скажу что до того как я пришел к богу я был грешником обычным грешником простым грешником у меня парадигма была такая я думал меня должна быть семья должна быть любовница я изначально строил такую модель жизни когда пришел гало ну вот так господни убрал просто все эти мысли семья и я очень рад благодарен богу за свою семью и когда я думаю счастье думаю домой надо бежать потому делайте свою семью семья должна быть 1 сделайте и вот этим чистым водоемом с которого вы будете пить, черпать и в котором вы будете наслаждаться. Если это не так, к Богу. Иисус может это исправить. Все нормально. Дальше одна церковь. Одна церковь. Я говорил вначале, что есть опыт, который я не переживал. Я никогда не переживал опыт, чтобы мне недостаточно было одной поместной церкви. Я всегда был в одной церкви, в которой я родился, покаялся. Потом я перешел в другую церковь, когда Бог послал меня строить свою церковь. Мы начали дома. Просто из нашей семьи, из нескольких человек. И это выросло в Полтавскую церковь. Я сюда приехал тоже в конкретную церковь для того, чтобы делать какую-то работу. Конечно же церковь это немножко другое, чем семья. Хотя и в семье тоже мы живем сначала в одной, а потом каждый строит свою. То есть такой момент есть. С церковью по-разному. Я понимаю, что некоторые из нас мы не выбираем. И мы оказались в другом месте. И нам нужна поместная церковь. Но тут идея такая. В одно конкретное время вы можете быть абсолютно посвященными только одной церкви. И если вы думаете, ну я могу и туда, и туда ходить, точно так, как служить многих проповедников, тогда ты у кого-то что-то отбираешь. Это как в семье. Потому что если тебе Бог куда-то привел, Он хочет, чтобы ты здесь что-то сделал, чтобы ты что-то вложил, чтобы если вдруг придется тебе уехать, чтобы ты здесь, знаете, как на фотографии повесили и всем говорили, вот этот вот был тут с нами, вы знаете, это было так классно, что он был, но Бог просто его забрал куда-то дальше. То есть это посвящение определенное. Один бизнес, опять же, должно быть, под бизнесом я имею в виду слово «дело», должно быть одно дело основное, которое вы делаете. Я знаю, что в современном обществе иногда, чтобы выжить, мы можем делать сразу несколько задач, мы можем работать на нескольких работах. Друзья, так бывает в этом несовершенном мире, но это временно, вот что нужно знать. Всегда нужно молиться и искать вот что-то одно, что все-таки будет соответствовать вашему призванию, чему вы сможете посвятить себя абсолютно. Более 27 лет назад я посвятил себя пастырству, а откровение об этом получил еще раньше. И я реально благодарен Богу, что все это время я сфокусированно бью в одну точку. Хотя было много искушений, чтобы оставить церковь, не было таких искушений. Были искушения начать дополнительный бизнес. Очень часто приходят какие-то люди, хорошие люди, и они с искренними пожеланиями говорят, пастыр, слушай, мы видим, ну ты как-то живешь не очень богато, давай мы тебе бизнес какой-то предложим, давай какой-нибудь сетевой предложим, давай просто какой-нибудь там кроватный предложим, там еще что-то, ты будешь ходить, это он тоже социальный, но просто ты не просто теперь будешь людям служить, а еще и там продавать может кровати какие-то, массажеры какие-то, ну и что-то еще. И вы знаете, это были искушения, и прям ты начинаешь думать, думаешь, ну денег же все равно недостаточно. Ну постороны живут в нашей культуре, наверное 98% не живут, ну прям так, чтобы молиться что-то позволить. Бог сохранил, и вот сегодня я говорю, Господь, спасибо тебе, что я не вовлекся. Почему? Потому что я знаю себя, ну вот я лично, я не смог бы одинаково тогда и служить в церкви, и делать какой-то бизнес, я все равно бы что-то любил бы больше, а бизнесмены пусть занимаются бизнесом. Поэтому, друзья, когда вы находите пастора, который посвящен пасторству, делайте все, чтобы он оставался пастором, чтобы он больше молился, чтобы он лучше изучал Библию, и чтобы он был посвящен просто работе с церковью. Но много людей говорят, не, а пусть он идет, работает, как мы, а потом еще нас и радует, и откровение получает, и все. Как это возможно? Да это просто невозможно. Пастор с двоящимися мыслями, он не может быть максимально эффективным. Он никогда не вырастет, ну, супер профессионалом. Потому что он 10 часов будет свои нарабатывать, я не знаю, уже там предсмертных мухах каких-то, скажет, все, наконец-то я стал профессионалом, отпустите меня с миром, и умрет. И придет совершенным пастором на небеса, никто так и не попользовался им. Ну и в конце концов, одна сфера жизни. Вот это вот реальный, конкретный вопрос. Какую сферу жизни вы изменяете? Бог создал таким образом этот мир, что все растет, все, что здоровое, оно растет. Да определите для себя. Вы знаете, я думаю, что не так важно, какую сферу жизни вы возьмете и определите для роста, сколько важно, чтобы вы взяли хоть что-то и начали в этом пребывать и развили в себе вот это вот качество фокуса на одном, пребывание. И когда вы это сделали, вы можете перейти в другую сферу, потом можете в третью сферу и вот так вот по кругу идти. Потому что всегда в жизни есть что-то, что нам нужно изменять, есть то, в чем нам нужно расти, в чем нужно изменяться. Но если мы не пребываем ни в чем, значит мы пребываем в хаосе. Из-за этого есть очень много людей верующих, которые так и не становятся профессионалы и не могут по-настоящему прославить Бога своим талантом. Есть люди, которые так и не становятся хорошими служителями, да просто потому, что они с двоящимися мыслями. И, но что проблема, какая основная этих людей? Они несчастны, потому что они не видят Божьих ответов в своей жизни. А апостол Иаков говорит, самая ваша большая проблема, что вы думали, что Бог вас благословит. Потому что я вам написал о том, что даже не думайте, что Бог вас благословит, если вы живете с двоящимися мыслями. И это правда. Вот эта вот реальность, которую нужно просто принять и сказать, я не хочу быть человеком с двоящимися мыслями, я буду фокусироваться для того, чтобы переживать Божьи благословения. Ты меня благослови, Господь. Я работаю над пребыванием, я формирую. Это же Иисус сказал, если прибудете во мне. Не зайдете, уйдете, не придете в церковь и потом не будете вспоминать неделю, если вы будете постоянно иметь Бога в виду. Если слово мое вы возьмете, оно прибудет в вас, оно даст росток, вы начнете практиковать, воплощать его. Он говорит, тогда просите все, что хотите, я вам дам. Ну классная же жизнь, но пребывать это непросто. И последнее. Не думайте, что после этой проповеди, если вдруг она кому-то понравилась, вдохновила даже вас, вы думаете, все, с понедельника начинаю жить. Завтра уже живу такой вот простой, такой вот жизнью двоякой, вот опять пойду наемся, наберу калории, там я не знаю, напьюсь, я не знаю, что вы там, что можете каждый себе придумать. Или что, а с понедельника я возьмусь. Это иллюзия, ничего не получится. У суеты придется отнимать громульку за громулькой. Вот я решил отнять время в туалете. Вы поняли, да? То есть я думаю, так, все, надо просто развить эту привычку, потому что первое, что ты думаешь, опять же, по старинке, ты думаешь, где мой Агаджи? Но я думаю, не, у меня работает теперь правило, у меня есть книга. Я уже прочитал две главы книги, которую хотел и долго не мог начать читать. Отвоевываю. После того, когда это станет привычкой, я что-то еще хочу отвоевать. Что-то еще хочу отвоевать. Потому что пребывание это глобальная идея жизни. Ну, надеюсь, надеюсь, что хоть кто-то что-то услышал. Ну, а да или нет, это каждый индивидуал. Но если Бог вас хочет благословить, то вы точно что-то услышите для себя. Закройте, пожалуйста, ваши глаза. Просто подумайте о своей реальности. Нет ничего удивительного, если вдруг вы не можете себе ответить на вопрос, в какой теме вы сейчас пребываете, в каком откровении вы пребываете, в каком слове пребываете, какую сферу жизни вы меняете. Ничего, это не страшно. Главное, чтобы вы осознали, что это проблема. И вам нужен Иисус для того, чтобы ее исправить. Потому что если Он не даст благодать, ничего и не изменится. Но если Он даст вам благодать, то тогда вам нужно помолиться, найти какую-то сферу, возможно, которая самая больше вас тревожит. И просто взять ее и сказать, так, я буду этим заниматься. Возможно, вам нужна будет помощь кого-то. Возможно, вам нужно будет к кому-то обратиться. Может быть, вы мне напишите, или вы знаете кого-то из христиан, кто живет такой целостной жизнью. И тогда вам лучше прийти к ним и сказать, слушай, ты должен мне помочь. Я как минимум должен рассказывать тебе, я продолжаю в этом пребывать или нет. Потому что меня разбалансирует, меня просто разрывает все. А в этом нет Божьего благословения. Подумайте о вашей жизни. Насколько она разбалансирована, или насколько вы живете все-таки жизнью такой целеустремленной. Насколько Бог занимает место в вашей жизни? От случая к случаю или все во все? Самое главное, что мы должны понять, это то, что вопрос не в том, что мы делаем. Самый главный вопрос в том, что делает с нами Христос. А для этого нужно успокоиться, для того, чтобы больше времени посвятить того, чтобы прислушиваться просто к Нему. Должно быть время остановки каждый день. Не просто раз в неделю в церкви, это уже классно, это должно остаться. Но так хорошо, если у вас будет остановка каждый день. Когда вы будете останавливать весь мир, вы будете все выключать. И вы в смирении будете приходить к Богу и говорить, Господь, мне нужна Твоя помощь. Без Тебя я не справлюсь с этой жизнью. И вы будете брать в тишине, открывать Слово Божье. И главу за главой тихонечко читать. Для того, чтобы Бог мог так же с вами говорить. Если это все у нас, если прибудете во мне, и если Слово Мое прибудет в вас, Иисус обещает, вы будете просить, я буду отвечать, вы увидите много ответов, и у вас будет много радости. Господь, мы молимся о милости, благодати Твоей. И я молюсь, Господь, чтобы мы действительно поняли, что это так классно жить с фокусированной жизнью. Писание говорит, что, к сожалению, все люди находятся в суете. Суета – это очень большой грех. Суета – это также большое проклятие, которое полностью уничтожает нас же самих. Библия говорит, что для того, чтобы искупить нас от суеты, Иисус пролил Свою кровь. И это значит, что мы не должны больше жить в суете. Нам не нужно бояться завтрашнего дня, или нам не нужно бояться чего-то, что вдруг может прийти. И мы можем всю нашу жизнь доверить Тебе, Господь. И лучшим нашим доверием есть это время остановки, когда мы с Тобой же и говорим о нашей жизни. Когда мы приходим к Тебе, как к нищим духам, и говорим, Господь, без Тебя мы не можем делать ничего. И мы просим помощи Духа Святого. Я верю, я знаю, что в этот момент, Господь, Ты очень много говоришь, много исправляешь, а самое главное, Ты просто сверхъестественно действуешь в жизни верующих людей. Господь, научи нас вот этому времени тишины, времени покоя, а самое главное, вот этому пребыванию. Убери и просто исцели нас от спешки, Господь. Дай нам объявить просто борьбу спешки во имя Иисуса Христа. Спешка – это не наш друг. Мы знаем, Иисус, что Ты никогда не спешил, и при этом Ты никуда не опоздал. И благослови, чтобы мы тоже могли этому научиться. Дух Святой, помоги, пожалуйста, нам, потому что если Ты не поможешь, у нас ни у кого это не получится. Дай нам заложить просто эту идею пребывания в свой разум и постараться сфокусироваться в этих важных сферах. Это в наших взаимоотношениях с Тобой, это к тому, чтобы строить глубокие взаимоотношения в наших семьях, это то, чтобы строить поместную церковь, в которой мы же и питаемся, и в которую Ты будешь приводить новых людей. Благослови, Господь, чтобы мы могли выстраивать нашу карьеру, исходя из тех даров, которые Ты нам даешь, и мы можем развивать для служения этому обществу. И также благослови, Господь, чтобы мы шаг за шагом исправляли наши жизни. И, Господь, пусть все это будет для славы Твоей. И через это мы будем преображаться в Твой образ. Во имя Иисуса Христа мы молились. Ах!